А для развития сельского хозяйства? Еще? Механизация и химизация. Хорошо, мелиорация и химизация. Мелиорация это что такое? А химизация? Правильно, в почву. Хорошо, ну и механизация, все понятно. Ну тут ничего сложного, я думаю, нет. Двигаемся дальше. Одна из характерных черт общественно-политической жизни БССР в конце 80-х, начале 90-х. Что? Хорошо, молодец. Это многопартийность. Этот период уже нам сказали, назывался как? Перестройка. Помимо многопартийности, еще основными элементами этого периода что является? Гласность, многопартийность. Нет, это раньше. Гласность, многопартийность, парламентская оппозиция еще. То есть гласность, многопартийность, парламентская оппозиция и в экономике шоковой терапии. Переход от командно-административной к рыночной экономике. Хорошо, двигаемся дальше. Развитие культуры и образования во второй 50-х, первой половине 80-х. К чем? Историческая тематика. Самое же главное, что мы тесте по истории издаем. Историческая тематика. Так а про что писали? Какую? Вторую мировую, Великую Отечественную. Как писали? Все герои. Все герои, как надо писали. То есть писали, исходя как надо. У нас по-научному как это называется? Цензура. Это тот, кто проверяет как надо. А в принципе образец идеал. Как этот? Принцип партийности. Молодцы, это принцип партийности. Есть такое произведение. Я с вогненной везки. Колесник Брюлья Домович. Знаете такое? Как нет? Прийти перечитать. Перечитать, а не прочитать. Так вот. Это произведение написано в стиле, как Алексеевич пишет. И во многом говорят, что ее научил Домович этому стилю. Так вот. Это ребята ходили, беседовали с людьми о войне. И в таком, знаете, как журналистка художественной обработки. Написали книгу «Я звук ненавески». Так они сожгли негативов, знаете, сколько? Порядка, по-моему, 60 километров после публикации книги. Почему? Потому что многие интересные факты открывались из истории войны. То есть историческая память, она еще жива. И как бы нельзя однозначно оценивать военные события. Поэтому были примеры и принципа партийности, и были примеры обратные. Обратным примером иллюстрации войны является творчество кого еще? Ну кто у нас про войну круче у всех пишет? Быков. А про что он пишет там? Про войну. А чем он отличается от всех остальных? Он пишет не о героях, а о тех, кто требований, на войне, на войне, на войне. То есть самое известное Сотников его. На старте кто герой, а кто нет? Там два персонажа. Рыбак и Сотников. Сначала Сотников как идет? Весь в соплях молодой лейтенант. Простуженный такой. Никакой, да? И рыбак такой весь бравый парень. А в конце что получается? То есть именно вот это ярко. Быков и показывает эволюцию человека в условиях войны, длительной войны. То есть преобразование происходит внутри человека. Это так не было принято. То есть это немножко было не в рамках принципа партийности. Но быков на то и быков. Здесь историческое. А по поводу историчности, кроме войны, про что не писали? Про коллективизацию. Но это они как бы... Да, молодец. Будет этот Мелеш. Люди на болоте. А еще кто был такой крутой автор, который писал про историю, но не войны? Но это не наш. Наш такой пацан серьезный. Родоначальник исторического жанра, исторического детектива. Владимир Семенович Короткевич. Конечно, это Короткевич. Он написал произведение. Черный замок Ольшанский. Но это как раз таки постсоветский, ну послевоенное время. А дикое поливание короля Стаха, Христос приземлюсь и угородни. Это событие более раннего периода. То есть это тоже запомните. Хорошо, смотрите. Соответствие установить. Ну здесь такое, знаете, на грани истории обществоведения. Вложение капиталов. Инвестиция. Хорошо. Вы сейчас то, что делаете? Вот прямо здесь сейчас. Инвестируйте в свое будущее. Правильно. Официальное уменьшение золотого содержания. Отлично. Приостановление застой. Мы сегодня говорили. Стагнация. В эпоху кого была? Стагнация в эпоху кого? Брежнева. Хорошо. И недостаток, нехватка? Дефицит, конечно. Скажут, хлеба нема, все магазин за хлебом. И так началась революция февральская. Людям сказали, что хлеба нет. Все люди пошли. В феврале в очередь встали. Стоят, мерзнут, жалуются. Приходят другие и начинают рассказывать. Так а сколько же можно терпеть? Пойдем к царю. И пошли. Следующий момент. Определить цель путча. Сохранение СССР и отстранение от власти Горбачева. Отлично. Кто-то не успел, правда, да? Такое прям на полсловия поймали. Хорошо. Повремени в следующий раз. Дадим сыграть и другим. Хорошо. Есть вопросы по этой части? Понятно? С периодом 90-х.